Отряд мобильный особого назначения. Именно так расшифровывается привычная уху аббревиатура ОМОН. Подготовленные специалисты, каждый из которых знает свою задачу и готов ее выполнить. И во время штурма здания, пусть даже тренировочного, бойцы четко выполняют приказы. Чтобы стать бойцом отряда, нужно пройти и серьезный отбор. Никита уже стажер ОМОНа, все испытания для него позади. Но для нашей съемочной группы тесты для настоящих мужчин он согласился пройти снова. Все комплексные силовые упражнения нескончаемо идут друг за другом. Бег сразу после турники, пресс и все вышеперечисленное. После в спортзал. Там кандидату предстоит спарринг. Спарринг идет три минуты. И перед кандидатом нет задачи выиграть бой. Главное – выстоять. В первую очередь здесь стоит проверка волевых качеств претендента, кандидата. То есть способен ли человек в экстремальных ситуациях, либо в ситуациях заведомо проигрышных для себя принимать какие-то ключевые важные решения. Потому что при выполнении боевой задачи уже непосредственно в режиме работы порой сотрудник в экстремальных ситуациях должен принимать решения, потому что от этого зависит как его жизнь, так и жизнь коллег, которые находятся рядом с ним. Поэтому в спарринге волевые качества проверяются непосредственно. То есть его боевые навыки – это уже как бы второстепенно. Главное – волевые качества. Даже если кандидат – превосходный спортсмен, сотни медалей смотреть будут в первую очередь на морально-волевые качества. Решение о зачислении парня в отряд будет принимать непосредственно командир. Он может как дать время кандидату на переподготовку, так и забраковать человека. Наш герой Никита прошел сразу. Получилось все с первого раза, но это, наверное, одно из самых тяжелых испытаний в моей жизни. Потому что как бы ты ни готовился, ты все равно будешь не ожидать такого. Никите 23 года. Военным делом заинтересовался с малых лет. Тут и премьер отца сыграл свою роль. Мужчина служил во внутренних войсках. Подростком Никита увлекался дзюдо и боксом. После два года отслужил по контракту в войсках спецназначения. По возвращении на гражданку три месяца готовился к отбору. И прошел. Помощь постоянно старших товарищей. Несмотря на то, что я только пришел в коллектив, то, что я младше всех, постоянно помощь, нет таких упреков. Даже если что-то сделаю не так, мне всегда помогут, подскажут что-то и направят на правильный путь. Отбор в отряд мобильный особого назначения проходит регулярно. Кандидатов много, а вот кандидатов с морально-волевыми пока не очень. Обращаться можно в региональный ОМОН Управление Росгвардии. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания. Город.